По словам очевидцев, дорога обледенела несколько дней назад. Этот небольшой путь люди проходят с особой осторожностью. Жителям приходится делить тротуар с автомобилями. Машины буксуют на льду и не могут проехать. Алексей Баскаков этой дорогой часто ездит в поликлинику. Преодолеть скользкий асфальт помогают 20-летний водительский опыт и внедорожник. Но далеко не всем удается с легкостью проехать по льду. Видите, он сейчас будет пытаться вылезти, потому что в противном случае он упадет туда в колею и может там застрять. Он же переднеприводный. Вот смотрите, как она буксует. Вот вторая машина. Девушка, смотрите, сейчас она поедет на тротуар, ей деваться некуда. Люди из близлежащих домов теперь ходят здесь осторожнее. Очень опасно и мы, опять же, тут хорошее у нас. Получается такое место для прогулок с коляской, а тут все машины заезжают на тротуар и, соответственно, не погуляешь. Ходить по таким дорогам, наверное, тяжело, особенно тем, кто не на машине передвигается. Я здесь не живу, здесь работаю, но тоже удивилась, откуда такое количество. Я не знаю, наверное, вода текла, я даже понять не могу, что это такое. С резким наступлением холодов порывы труб случаются по всему городу. Виной всему законы физики. Металл остывает быстрее, чем почва. Заявление в водоканал жители домов на шестой просеке подали в пятницу. Решить проблему сначала планировали в понедельник, но из-за большого количества порывов сроки пришлось отодвинуть. Водоканал отрабатывает заявки согласно приоритетам. В первую очередь это предприятия жизнеобеспечения, это социальные какие-то объекты, объекты, которые дают отопление, куда мы подаем воду. Потом это жилые дома, чтобы у нас не остались без воды. Потом центральные улицы, какие-то транспортные магистрали, места, где большая проходимость, где много транспорта ходит, чтобы не образовывалась наледь, чтобы не создавалось неудобства. Ну и затем все остальные утечки. Городские власти требуют устранять повреждения как можно быстрее. Чтобы не экономить на безопасности, а сразу давать заявку и убирать. Сразу давать заявку и убирать, потому что сейчас промерзание, движение грунтов. Я всех ресурсников обращаюсь ко всем управляющим компаниям. Запомните, 20 часов дается время на локализацию, а по управляющей компании это и того меньше. Сегодня на шестой просеке уже начали убирать лед с дороги и чинить трубы. Когда работы завершатся, участок благоустроят, поврежденный асфальт восстановят. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.